Это уже десятый антитабачный рейд с начала лета под названием «Мы за чистый воздух», но подводить итоги пока рано считают активисты. Работы еще много, любители сигареты игнорируют антитабачный закон, пренебрегают правилами и продолжают отравлять едким дымом окружающих. Им-то ничего не остается, как вдыхать то, что выдыхает курильщик, но сочинская инициативная молодежь с этим не согласна. Мы за чистый воздух. Хотелось бы задать вам несколько вопросов. Не можно. Можно вам задать несколько вопросов? Когда вы курите? Смотрите, вы прям по знакам курили только что. А эта группа спортсменов, случайно оказавшихся в парке Фрунзе, от антитабачного патруля убегать не стала. На вопрос, курить ли, однозначно ответили нет. Потому что это забивает легкие, сокращает жизнь. У нас она и так короткая, зачем ее сокращать? Эти парни занимаются в муниципальных спортивных центрах по тяжелой атлетике и футболу. В целом в Сочи более 750 объектов спортивной направленности. Это из стадиона и спортплощадки секции. Спортсмены с удовольствием продемонстрировали, что спорт и курение – вещи несовместимые. Мы за чистый воздух! В целях эксперимента участники антитабачного рейда просили подтянуться на турнике прохожих, выпускающих на ходу сигаретный дым. Но никто не согласился. Уже без видеокамеры курильщики признавали, что дыхательная система не позволяет вести спортивный образ жизни. Погубная привычка несет вред не только легким, но и всему организму. Многие курильщики уже поплатились за это своим здоровьем и даже жизнью. Со следующей недели антитабачный патруль начнет работать в Адлере, а затем в Лазаревском. Елена Всецина, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.